МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранее вынесенный приговор сторона обвинения считает мягким. За процессом весь день следит наш корреспондент Гульнара Жандагулова. Некогда главный таможенник страны снова на скамье подсудимых. На этот раз ажиотажа вокруг его персоны нет. На апелляционном процессе присутствует в основном пресса. У привыкшего за полтора года к тяжбам Серика Баймагамбетова было несколько месяцев на подготовку к апелляции. Он является на суд во всеоружии, но тут же сбивается с толку. За сутки до заседания, как выясняется, сменился прокурор. Вчера был какой-то другой прокурор, а сегодня так с вами применяли. Вот что, за сутки истории дела выключили? Выключили дело, все материалы посмотрели, потому что по делу с обеемом вчера заедали массу раздается. Масса Баймагамбетов. Я задаю вопрос. Имеется ли отводы прокурора? Обвинение просит ужесточения наказания для экс-главы комитета таможенного контроля, осужденного ранее на 10 лет. По статье 311, частью 5 уголовного кодекса, назначить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В соответствии со статьей 58, частью 3 уголовного кодекса Республики Казахстан путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию определить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В основной части приговор суда оставить без изменений. Такой поворот дела доводит до слез родственницу Серика Баймагамбетова. Адвокаты бывшего таможника все больше углубляются в раздумья. Сам осужденный, некогда предподававший студентам юридическое право, по пунктам отвергает все обвинения. Его эмоциональный спич длится больше часа. По словам Баймагамбетова, факт получения взятки так и не доказан. Чтобы был состав данного преступления, Абдарзаков должен был уполномочить кого-то, попросить, чтобы за него, так скажем, заплатили деньги. Абдарзаков не в курсе. Но вы при этом имеете в виду, что Абдарзаков подчиненный. Если бы подчиненный отдавал за начальника, было бы понятно. А тут получается, начальник без этого подчиненного отдается подчиненному, который об этом вообще ничего не знает. Это нонсенс. Серика Баймагамбетова, напомню, признали виновным в получении взятки в размере 80 тысяч долларов за назначение заместителя одного из руководителей областного департамента таможенного контроля. Начавшееся в 11 часов утра апелляционное заседание продлилось до пяти вечера. Все это время выступали адвокаты Серика Баймагамбетова. Они вновь привели свои доводы о невиновности своего подзащитного. Очередное заседание апелляционной судебной коллегии назначили на 16 июля. Гуляра Жендагулова, Булат Каманов, Канаджи Мабеков, 7 канал.